всем привет привет всем прекрасной среды напоминаю что завтра в четверг в 21 по москве я проведу прямой эфир на этом канале вот кому интересны мои беседы можете приходить буду вас ждать вечером вот поговорим с вами на разные темы которые интересуют вас вопросы вы можете оставлять в разделе сообщества под последним анонсом вот также на выходных я проведу в лиц консультации тоже выйдет отдельный анонс в нужное время вот на этой неделе тоже сможете я просто не могу сказать в какое время но это будет в пятницу это однозначно будет ли это с утра либо будет после обеда здесь по времени я сказать не могу вот но в любом случае если вы вечером в пятницу заглянете в раздел сообщества вы увидите анонс и поскольку пятница у нас попадает 8 марта я кое-что планирую поэтому тоже все это про анонсирую как в своем телеграм-канале так и в разделе сообщества а мы с вами сегодня сделаем расклад на тему какими категориями вы мыслите у нас будет значит три позиции я просто посмотрела сколько вопрос я написала то есть какой какой расклад выйдет по объему ладно ладно раз так уже решила так и будет не так будем смотреть какими категориями вы мыслите посмотрим немножечко и про мысли которые крутятся в вашей голове мысли связанные с выбором мысли связаны с выбором мысли связанные с выбором то есть смотрите здесь настал такой момент как это что-то уже здесь не то чтобы завершилась нет где знаете как вы хотите с одной стороны для себя что-то понять что-то выбрать и определиться но проблема выбора здесь сложна тем что если вы выберете да то вам придется от чего-то отказаться а вот то а чего вы должны будете отказаться и могу сказать что она вот прям чрезмерно значимо и важно для вас но в нем есть вот какая-то какое-то свое обыкновение привычка что ли а тут получается если вы пойдете другим путем это будет новое да а мной интересно но здесь все равно какая-то нерешительность есть я не могу понять чем связано с чем связано здесь решительность ага значит смотрите здесь вопрос чего то есть мысли которые крутятся у вас голове это завершение чего-то построение чего-то нового но здесь могут быть разные моменты то есть выбор он может быть не напрямую зависеть от вас да это может даже если это касается император если это касается какого-то человека какой-то личности то его присутствие вашей жизни его поступки его поведение они влияют на этот выбор то есть не напрямую человек влияет а вот вы как будто бы на перспективу глядя здесь на перспективу на тройку пентаклей то что вы хотите построить вы учитываете еще и мнение другого человека то есть его поведение как он будет себя вести да что он хочет его желание насколько они совпадают с вашими ну то есть если бы здесь был выбор исключительно касательно вас так как вы сидите рассматриваете вы бы его наверняка сделали быстрее но здесь еще есть такой момент что вот как будто бы это выбор в котором вы должны определиться он имеет отношение какому-то человеку то есть если допустим этот человек будет расположен вашу сторону то вы делаете один выбор если этот человек не расположен вашу сторону будет другой выбор но проблема в том что вы здесь не совсем понимаете да то есть если вы стоите перед этим выбором в этой не совсем вы понимаете поведение этого человека почему потому что здесь если человек идет с позиции императора то это тот человек у которого есть свое собственное мнение но она конкретная она определенная но иногда он бывает достаточно категоричен либо она да то есть если выпадает император это не факт что это только мужчина это в общем человек который состоявшийся состоявшийся не в контексте того что он может быть реализован по жизни а это человек у которого есть свое видение мира и он легко не идет на уступки и могу сказать что даже вообще не идет на уступки то есть этот человек который озвучивает вот вам свою позицию и вы должны либо с ней считаться либо вы идете своим путем то есть даже если этот человек пойдет на какие-то уступки это будет очень минимальные и с одной стороны это плюс почему потому что человек стабилен человек конкретен это не тот человек которого невозможно предсказать его поведение его реакцию в этом есть плюс в его стабильности но и в этом есть минус в том что он не мутабельный не меняется да он фиксированный он конкретный и вот здесь видимо ваши взаимоотношения с этим человеком они не совсем вам понятны то есть не в том что здесь не проясненные отношения а в том что вы не знаете как себя поведет человек то есть здесь какие-то мысли они комплексные то есть с одной стороны вы рассматриваете что окей если я выберу то что я хочу то возможно это пойдет разрез и другого человека то здесь какая-то ситуация которая связана с другим человеком это может быть ваш работодатель это могут быть ваши отношения это может быть ваши родственник то есть здесь человек может быть кем угодно но суть заключается в том что этот человек он праве проявлен вашей жизни вы как это сказать то вы вы понимаете кто он и что он его намерения цели здесь нету ничего сокрытого здесь все конкретно здесь все открыто здесь все структурно понятно здесь есть определенные правила но вы у меня выходите в энергия более такой гибкой до более воздушный огненный да то есть более подвижные более какой-то вот такой активный и вы как будто бы примеряете вот то что вы хотите здесь построить да как-то повзаимодействовать с этим человеком вы примеряете на себя и думаете вот мне с этим человеком насколько будет комфортно то есть здесь не то что этот человек что что он вам сказал вы так и делаете здесь не про это а здесь про то что вы примеряете ваше будущее далее по ту ситуацию но это имеет отношение к будущему который вы хотите выстроить его взаимоотношениях либо во взаимодействии с этим человеком насколько вам будет комфортно то есть чем вам придется поступиться как вам придется здесь договариваться то есть здесь вам нужно понимать насколько вы изменчивы насколько вы можете подстраиваться под эту колонну то есть это колонна она никуда не уходит она стабильна она постоянная а ваша задача как ветра понять смогу ли я эту колонну обойти смогу ли я быть рядом с этой колонной у тебя отдалиться то есть есть разные моменты вот насколько вам это необходимо но это человек он однозначно имеет ценность для вас потому что это император это значимый человек вашей жизни этого человека вы уважаете я не знаю какие у вас есть там если какие-то другие эмоции дали бы чувства но однозначно этот человек очень важен вашей жизни и поэтому но непоколебим здесь вот в этом проблема понимаете сказать что он не заинтересован вас либо вы не заинтересованы в этом человеке я не могу потому что вы бы не стояли перед выбором сложность выбора в чем насколько вам вот это вот его постоянство в будущем будет комфортно то есть вы примеряете на себя ваше взаимодействие с таким характером как это какой этого человека в будущем вот насколько она вам нужно то что она сейчас вам нужно да но здесь идет вопрос перспектив здесь как будто бы вот возможность да вот почему потому что если вы определитесь вы для чего скорее всего вы определяете для того чтобы понять если смысл вкладываться в взаимодействие с этим человеком если смысл вообще вкладываться вот в этот проект вот в эту идею которой здесь идет речь почему потому что если это бессмысленно ну то есть если у этого нет перспектив каких-то мы вообще не будете выбирать но здесь вероятность того что вы как-то знаете то что вам эта идея интересно в других вариантах если бы она была да да вы бы поступили как-то ну иначе вот вот именно с конкретной личностью да вы поступаете немножко по-другому то есть вы настолько возможно по природе авентюрист человек любознательный интересный такой подвижный вот здесь есть подвижность подвижность ума подвижность там я не знаю своего характера развития то есть вы все время находитесь динамике не обязательно это физическом мире вы передвигаетесь а вот вообще ваша энергия она динамичная она развивается у этого человека она более постоянно она более структурное ясное и здесь вопрос вкладываться или нет даст ли это тот результат который мне нужен или нет и проблема заключается в том что вы при всей вот этой вот его конкретики проявленности этого человека вы не можете предсказать как будет развиваться как будет развиваться ситуация почему потому что здесь вот именно и в этом то и есть для вас вот это проявление вашего авантюризма до какого-то риска и поэтому вам нравится то есть я какая-то такая адреналиновая энергия я шагаю в неизвестное либо я выиграю либо я проиграю но с другой стороны и проиграть не хочется а веру в то что вы выиграете здесь ну здесь вот сто процентов сказать невозможно да поэтому здесь вроде бы покрывается ваша потребность вот этого авантюризма но с другой стороны вы понимаете сколько ресурсов надо вкладывать сюда чтобы сдвинуть и гору реально ли ее сдвинуть реально все зависит от веры и от угла как его точки вот этой вот опоры да угла над которой вы будете прикладывать свои усилия чтобы это сдвинуть здесь нужно выбрать правильный угол правильную точку на что нужно будет влиять чтобы были какие-то перемены это для вас с одной стороны энергозатратно с другой стороны это вот прям интересно потому что но вы не ищете простых путей то есть здесь ситуация она такая очень интересная то есть она не монотонная она для вас как для развития личности она интересна безусловно вы здесь что-то получаете здесь нельзя сказать что вы только отдаете отдаете вы тоже получаете если бы не получали да вам бы вот вот это вот вся затея она была бы неинтересна вот какие-то такие мысли крутится в голове опять же таки этот человек может быть и вы 2 ваша какая-нибудь субличность то есть если это даже не касается человека да то это может быть какая-то ситуация конкретная ситуация да то есть вот но в любом случае ход мыслей он примерно такой какая ключевая идея этих мыслей какая новизна да новизна и ключевая идея она эмоционального порядка это какой-то вот не знаю интерес вовлеченность вдохновение идея как как некое такое желание которое очень хочется реализовать она правда на начальных этапах но вам это нравится вы от этого получаете удовольствие то есть главная идея она за когда не зациклена а заострена на удовольствие наслаждение поэтому я сказал что вы примеряете насколько вам комфортно но комфорт не в материальном мире не физическом плане а комфорт именно на уровне эмоций на уровне состояния еще какая ключевая идея вот король пиндакли про это как раз ки и говори да про комфорт про стабильность то есть про удовольствие про зону наслаждение именно в материальном плане да то есть опять все таки это может быть ну то есть я рассказываю энергию а вы уже себе примеряйте то есть я не буду говорить о том что это касается человека либо касается ситуации мне кажется это само собой разумеющийся да то есть когда вы слушаете вы понимаете как-то через ассоциации к чему это можно применить эту ситуацию если она вообще никак не откликается значит это не ваше мне кажется это тоже логично и бессмысленно вот все время про это говорить ну то есть вы люди взрослые ответственные сами должны это понимать что не все не все что я говорю ваше вот такая ключевая идея так дальше вокруг чего эта идея все вращается то есть вокруг чего вокруг каких-то моментов иллюзорных во первых это урок это урок который заключается в том что нужно что-то разрушить да то есть вот то что я сказала вот этот вот либо личность либо ситуация либо часть характера какая-то как качество она имеет такую стабильность до определенную то что я сказала вот этот вот ключевое то что это стабильно и здесь вопрос заключается в том что вот эту вот стабильность очень хочется изменить очень хочется ее разрушить и почему потому что здесь урок заключается в том что мы к чему-то привязывались то есть бездуховность заключается в иллюзорности восприятия нашего восприятия этой ситуации здесь есть какая-то привязка и эта привязка она именно к стабильности то есть это не знаю возможно момент кризиса он имеет здесь как это правильно так сказать боже мой как некий такой формат очищения то от чего нужно избавиться избавиться от того к чему мы привязаны в чем на чем мы зафиксированы на данном этапе то есть нужно двигаться дальше до нужно вот то что я сказала как-то развиваться но здесь вот есть какая-то концентрация на том что ничего не развивается ничего не движется и в данном случае вы как будто бы вот об эту ситуацию об этого человека вы развиваетесь то есть это скорее всего то что вы получается тот урок который вы должны здесь пройти и вокруг чего все это вращается вокруг того что вам нужно понять что что на самом деле важнее то есть допустим если бы это касалось отношений да и привязка была бы к тому что я хочу там не знаю серьезных отношений брака там семьи ответственность все такое здесь бы вопрос заключался в том что а пересмотри действительно ли для тебя вот этот штамп либо вот какие-то понятия либо какие-то ценности которые ты вкладываешь они действительно важны они не если в этом иллюзорность какая-то не если здесь какой-то якорь который не дает себе развиваться то здесь надо пересмотреть и эта ситуация она кризисная она дана для для этого урока для того чтобы пересмотреть свой свое восприятие именно физического плана физического мира так еще вокруг чего вращаются ну вот вращается вращается вокруг того что вы здесь должны поменяться как личность то есть даже то что сказала там об этого человека об эту ситуацию вы развиваетесь то есть вы должны здесь сделать свою переоценку ценностей вот в этом заключается урок то есть пересмотреть за что вы держитесь чего вы боитесь почему вы фиксированы то есть вот эта вот привязанность да она это тот якорь который не дает вашей личности динамичные развиваться и здесь нужно ну тут какой-то момент пересмотреть почему потому что вы выросли вы изменились да и здесь ситуация она должна переродиться во что как вот это вот вам предстоит узнать через какое-то очищение да потому что страшный суд это огонь да и вот здесь огонь это всегда про с одной стороны продвижение а с другой стороны это про очищение прожжение чего-то то есть жечь что-то старое то что уже долго тянется потому что цикл завершён здесь вы в своем сознании должны переродиться почему потому что сейчас сознание она вот по пятерке пентаклей она без духовной то есть идет разделение на материю и на духовность да есть какие-то иллюзорные восприятия какие-то убеждения фиксированные которые когда-то были сейчас они уже не нужны да то есть нету нету понимания именно изобильности вы смотрите на мир через дефицит какой-то и вот здесь вот нужно от этого уже не то чтобы избавиться а надо посмотреть по-другому здесь как знаете как какие-то инсайты должны произойти которые понесут в дальнейшем изменение вашей жизни да то есть пересмотреть эти моменты хорошо и коль у нас выпадает пятерка пентаклия это напрямую карта дефицита и нищеты на если бы ну кризисных каких-то моментов но связанные с материей мне хочется спросить а какими категориями вообще вы мыслите вот какими категориями вы мыслите но под ужом мечей да что есть прямая прямое соотношение с мыслительными процессами до какими категориями вы в принципе достаточно разумны то есть вы все продумываете и здесь вы возможно принимаете какие-то резкие кардинальные решения то есть вы можете долго что-то обдумывать но потом очень резко принимаете решение и что-то обрубаете либо что-то вскрываете вы тот человек какими категориями вы мыслите мыслите категориями правды опять же таки может ли это быть правда субъективная велика вероятность но стремитесь как минимум мыслить категориями объективными насколько ну возможно здесь да но при этом такой достаточно резкий и острый у вас ум еще какими категориями вы мыслите но позитивными позитивными однозначно да где-то в чем-то незрелость присутствует но с другой стороны когда присутствует уже окончательное решение когда вы принимаете это решение вы становитесь очень решительным человеком и вы можете вести за собой то есть у вас есть лидерские качества и вы можете вести людей за собой второй вопрос что не совсем понятно куда вы идете и для чего но люди вот вы имеете влияние на людей вы можете за собой вести они вас слушают просто какой-то момент и вы даже в это верите в какой-то момент вы сами тормозите и думаете блин а куда мы идем да вроде бы компашка хорошая собралась людей много а куда мы идем но мыслите категориями позитивными категориями масштабными категориями именно а вот здесь смотрите противоречия да по солнцу у нас идет категория именно изобилие богатство возможно вы об этом ну не знаю думаете мечтаете хотели бы но вопрос принятия финансов да то есть финансовой стороны кризис идет то есть здесь есть какие-то убеждения которые вот это понятие не могут реализовать вот посмотрите видимо какие-то установки есть то есть вы вроде бы мыслите позитивно и все хорошо но проблемы с финансами могут быть до либо какие-то проблемы со здоровьем но это уже как второй этап если не рассматривается вопрос финансов почему потому что здесь может быть с одной стороны действительно какая-то детская позиция и вот это вот солнце она идет в противорез как раз таки императора император это фиксированной стабильности конкретика а солнце и причем ответственность а солнце это наоборот безответственность это детскость это наслаждение удовольствие какая-то легкость и поэтому здесь получается две крайности если это имеет отношение к какому-то человеку вот они к ситуации качества то здесь с этим человеком у вас возникает как раз таки кризис почему потому что у вас идет разногласия ответственность этого человека и ваши легкомыслия в некоторой степени хотя с другой стороны под уже мечей вы можете наоборот быть достаточно конкретными и этот человек может быть легкомыслен в контексте чего в контексте того что нужно вот как раз таки развиваться да а он вот прям слишком тяжелые здесь да и вот это вот легкомысленность ему не хватает это то почему он обращает на вас внимание вот на ваш вот этот огонек на ваше движение он как гора стоит и ему очень хочется быть этим ветром полета им очень хочется как-то не знаю спросить какой-то груз ответственности вместе с вами прыгать по лужам и позволить себе то что позволяете вы не позволяет он то есть здесь ну вот если бы это рассматривалось контексте взаимоотношениям сказал что эти отношения они кармически вы взаимно взаимно друг друга дополняете очень идеально подходите но вы настолько противоположны и и из-за этого как раз таки да у вас есть какое-то взаимодействие да то есть вы вы притягивались вы как два полюса одной батарейки сказать что вот с одной с одним полюсом батарейка может работать нет обязательно нужно две но расстояние между полюсами но достаточно большое у этой батарейки очень интересный такой формат хорошо и последний вопрос но в принципе мы уже на него ответили посмотрим какое основное ваше мышление бедные или богатые то есть здесь смотрите с одной стороны да она у вас богатая но вот каких-то моментах до присутствует кризис и не знаю может быть вы как-то паникуете либо что-то вот на вас находят да и вы смотрите о боже что произошло до утечка на корабле надо быстро закрывать дыры и то есть начинаете паниковать вот эту детскость наверное она и проходит но все же какое основное ваше мышление бедная или богатая эмоционально десятка кубков а конечно же богатая да вот этот вот кубок здесь причем что такое интересное такое вы этого человека а если здесь касается человек да вы хотите привести к десятке кубков не к отношениям нет не про это а вот как-то знаете развить раскрыть что-то раскрыть эту чувственную составляющую чтобы дойти до пикового состояния в этом есть своя утопия да ну то есть как можно сделать колонну подвижной да либо как можно но здесь вопрос веры и у меня так я склоняюсь тому что у вас это получится да то есть вопреки всему вот именно вопрос вопреки всему да то есть это как можно лед заставить быть гибким его нужно растопить и вот насколько этого солнца хватит до чтобы растопить но здесь интересный момент а в принципе какое у вас смышление богатая или бедная богатая но она очень эмоционально но скорее всего богатая на эмоции нам переживания на то что вы можете раскрывать других людях то что вы можете чувствовать сами то что могут люди чувствовать рядом с вами то есть создавать какие-то предпосылки для возможного успеха другого человека да то есть вот здесь как будто бы эмоциональный спектр он достаточно большой и вы раскрываете здесь людей богатая или бедная я бы сказала еще раз позитивная да то есть причем здесь присутствует некая такая цикличность вот цикличность в контексте чего в контексте того что вот вы непостоянны в своих каких-то состояниях да вот в этих эмоциях то есть вам важен вот этот вот огонек то есть вы когда присутствует некая такая движуха когда все идет так как вам нравится вы прям активничаете вы видны вы заявляете о себе вы говорите очень много общаетесь взаимодействуете с другими людьми вы движетесь вперед по рыцарю жезла вы в это верите вы открыты правдивы в первую очередь то да безусловно так то есть деньги но по рыцарю жезлов здесь нету долгосрочности да то есть здесь быстро идет перегорание некая такая импульсивность что свойственно вашим эмоциям поэтому когда вы как говорится на пике своей эмоциональности да вы мыслите категориями изобильности но потом когда вы выдыхаетесь вот тогда велика вероятность то есть что есть вот эта пятерка пендакли да что нам не хватает денег дефицит проблемы все такое причем в отличие от вас вот этот человек если здесь идет о личности он как раз таки и учит вас вот это вот знаете какой-то такой ровности последовательности вас это дико раздражает потому что вы эмоциональны а здесь вот такой человек покер покерфейс но вот вы можете стабилизировать вот этот свой огонь для того чтобы это не было как вспышка да как искра до зажигалки да вот она зажглась и гоп и потухла того чтобы она зажглась и горела столько сколько пожелаете вы то есть здесь идет вот какая-то стабилизация здесь не не про заземление а про долгосрочность про вот как-то постоянство то есть мне здесь показывает вот как по времени чтобы это было как последовать и наста бы не было вот этих взлётов, падений, взлётов, падений, взлётов, падений. Но это ваша природа. А у человека вот такая вот ровная линия, а у вас вот такая зигзагообразная. И вот вы как раз-таки должны друг друга сбалансировать. Вы должны ему придать немножечко вот этих взлётов и падений. А человек от вашей вот этой гаммы, вот этих взлётов и падений резких, он должен как-то чистоту вот этих взлётов и падений он должен как-то стабилизировать. То есть здесь вообще идеально. Если бы здесь касалось отношений, я бы скажу, что здесь вот прям гармонично подходят люди друг к другу. Но в принципе, по мыслям я сказала. То есть если наоборот не касается человека, а каких-то качеств, характера, то здесь наоборот говорится о том, что вот качество стабильности, они должны выровнять импульсивность рыцаря жезлов. Как-то так. Пишите свои комментарии. Мне интересно будет. Я просто вспомнила, да, некоторое время назад, когда в раскладах опять-таки появлялась какая-то там, я не знаю, личная жизнь. Мне писали, Елена, вы же не смотрите, да, на личную жизнь. Вот откуда здесь появляются мужчины. Но опять же таки, да, с одной стороны, плюс Таро в том, что Таро как система, да, основанная на символике, на символах, она многогранна. В контексте того, что символ можно интерпретировать по-разному в зависимости от ситуации. Но с другой стороны, вот эта вот многогранность, да, то есть некая такая вариативность, она мешает. Почему? Потому что, ну, может быть, и так, и так. То есть конкретики как будто бы нету. Но иногда, когда бывает конкретика, вот когда я ее ощущаю в поле, я вам ее говорю. Когда нет, я говорю, вот есть вот такой вариант. Причем здесь у нас-то начиналось по аркану влюбленных, да, по выбору. Ну, там дуальность. Хотя, знаете, вот опять же, таки, да, некий такой выбор без выбора. Почему? Потому что вот эта вот дуальность, хоть она присутствует где-то на уровне бессознательного, выбор уже тут сделан. Вот, выбор, причем выбор в сторону будущего. Так, красный камешек, двоечки, давайте. Нежно. Посмотрим вас. Какие мысли крутятся в вашей голове? Какие мысли? Ой, посыпались карты. Ага. Значит, двойки вернулись к своей природе, к своей эмоциональности. Какие мысли? Мысли. Мысли связаны с... Ну, это могут быть переживания, волнения, у кого есть дети. Конечно же, здесь вопрос детей встает, да. То есть, либо кто-то хочет иметь ребенка и переживает на этот счет, либо, наоборот, у кого есть дети, какие-то идут переживания в контексте того, что меня достали уже эти дети, и хочется уже немножечко подумать о себе и получить удовольствие. Опять же-таки, это может слышаться достаточно грубо, но реалии, они таковые. Особенно, если мама сидит в декрете и весь день посвящает только детям, и не посвящает себе, есть физическая усталость. Ясное дело, что дети являются предметом раздражения, но по факту-то раздражительность она внутри самой мамы. Ну, это уже психология, это не имеет значения на данном этапе. Просто предмет раздражения, он присутствует. Либо, наоборот, переживания, волнения. То есть, это то, что является в центре вас самой на данном этапе. У кого нет детей, то здесь могут быть вопросы, связанные каким-то образом с воспоминаниями, да. Либо хочется воспоминания прошлого, да. Когда когда-то было хорошо, вот я хочу, чтобы и сейчас было. То есть, мне сейчас идет недостаток каких-то, какой-то эмоциональной наполненности, и мы начинаем вспоминать, а когда в моей жизни было это, для того, чтобы компенсировать недостаток эмоций через воспоминания. То есть, вспоминая что-то, мы заново проживаем. Не факт, что проживаем так, как было в прошлом, да, потому что всегда в воспоминаниях наш мозг, он вносит свои некие такие искажения, когда нам кажется, что вот я сто процентов помню, что это так, да. В этом может быть иллюзорность. Он все время подстраивает, включает какие-то новые нюансы, новые моменты. Вот, и человек верит, что это действительно было так. Вот, поэтому вопросы, воспоминания, они тоже не фиксированы, они меняются. Но суть здесь заключается в том, что то, что нам здесь не хватает на данном этапе, да, обращаясь в прошлое как к ресурсу за наполненностью, за компенсацией недостатка в нынешнем моменте эмоций, да, мы восполняем. Также здесь, может быть, эмоции по поводу того, что... Ну, какого-то маленького процента, да нет, нет. Я просто подумала, что здесь... Нет, все-таки есть где-то один-два процента тех людей, которые готовы как-то щедро делиться своими эмоциями с кем-то. Не потому, что они находятся в изобилии, и не потому, что здесь, я не знаю, все хорошо, но вот просто у человека бывают какие-то такие вспышки, да, хочу кого-то обнять, хочу с кем-то вот просто поговорить, поддержать, помочь. Помочь, я не знаю, вот именно вербально как-то, не то, чтобы сделать какие-то действия словесно. Здесь такие моменты тоже присутствуют. Еще мысли связаны в большей степени. Ну, вот какая-то привязка все равно есть к детям. Может быть, возникает чувство одиночества, либо наоборот, дети выросли, да, и появляется вот это чувство, теперь я один, либо я одна, что я буду делать, да, и вот мне не хватает какого-то внимания. Но здесь однозначно вопрос эмоций встает. Вот здесь есть недостаток, недостаток внимания, недостаток даже какой-то, я не знаю, человечности что ли, какой-то доброты, ну, вот близости. Но здесь должно быть все открыто, да, то есть вопрос доверия здесь тоже всплывает. Вот мне не хватает, либо я хочу кому-то довериться, либо, не знаю, чтобы вот мне доверяли, да, то есть вот такие вот моменты здесь тоже могут всплывать. Ну, здесь нету вот прям 100% какой-то ностальгии, либо грусти, но какой-то вот дефицит идет в эмоциях, я не могу понять. Вот какие-то такие мысли крутятся в вашей голове. Какая их ключевая идея? Сейчас посмотрим. Ключевая идея. Что-то вы здесь планируете, да, либо думаете, думаете о чем-то, о какой-то неизбежности что ли, невозможности, либо каких-то ограничениях, рамках на данном этапе, и хотелось бы, да, хотелось бы что-то изменить. Здесь, вот я говорю по шуту, не хватает какой-то динамики, не хватает какого-то развития, вот этого вот, не знаю, какого-то интереса что ли, включенности в жизни. Вот здесь возникает ощущение того, что впечатлений не хватает, эмоций не хватает, а это ваша природа. И поэтому здесь вы, какая ключевая идея, вы думаете о том, что вот есть какие-то факторы, это могут быть внешние факторы, это может быть что-то, почему вы себе сами что-то не разрешаете, да, в чем-то себя ограничиваете, либо здесь ключевая идея, может быть для кого-то погружение в свое бессознательное, для того, чтобы там найти какой-то ресурс, там найти какую-то идею, которая откроет передо мной какие-то двери, либо какие-то перспективы. То есть я погружаюсь в себя для того, чтобы что-то подсветить, да, вот этот вот луч света, пролить на что-то, чтобы стало как-то понятно, известно и вот этот свет, он как результат должен открыть двери, либо какое-то понимание, либо, не знаю, вот как что-то расширить, вот как будто бы себе хотите что-то разрешить, и у вас это не получается. Ну, то есть он может быть элементарно, да, хочу отдохнуть, вот хочу просто спать, а у меня есть дети, вот я должна о них заботиться, а вот я так устала, мне так хочется просто лечь и два-три-четыре часа, может быть, да, просто выспаться по-человечески. Ну, из-за того, что есть маленькие дети, допустим, и оставить не на кого, да, вот вынуждена спать только тогда, когда, допустим, ребенок спит. А как обычно мама делает, когда ребенок спит, мы это время посвящаем для того, чтобы там навести порядок, заняться какими-то другими делами. И по факту он потом просыпается, а мы уставшие, да, то есть мы тоже не отдохнули. Вот здесь какие-то такие моменты есть, но у кого нету детей, здесь ключевая идея, она связана с тем, что хочется какого-то обновления, хочется какого-то начинания, да, может быть, хочется вот как-то, знаете, свободы, легкости, шалости, может быть, как-то глупости, может быть, сбросить с себя какую-то ответственность, что-то вас тяготит здесь, какие-то такие моменты. Вокруг чего вращаются ваши мысли? Вокруг чего вращаются ваши мысли? Ну вот, шестерка жезла, да, победа. Вокруг того, как сделать свою жизнь более удовлетворительной, чтобы она меня радовала во всех аспектах, да, чтобы вот я чувствовала себя как внутри гармонично уверенным человеком, так и вовне, чтобы я могла спокойно проявляться, чтобы я смогла о себе как-то заявить, реализовывать свои желания, свои какие-то идеи, задумки, возможно, амбиции. Когда я победитель, да, то есть когда человек чувствует себя уверенно и удовлетворенно от своей социальной жизни. Ещё вокруг чего вращаются? Ну вот вращаются вокруг перспектив, да, когда я уже начну двигаться. Когда я уже начну двигаться, если вы уже двигаетесь, то когда я уже буду получать вот первые результаты того, что я выбрал, в чём я определился, либо определилась. Так, вокруг каких-то перспектив. Какими категориями вы мыслите? Хитростями вы мыслите, да, какими категориями. В чём здесь хитрость заключается, да? По семёрке мечей хитрость заключается в том, что с одной стороны присутствует тщетность, да, то есть человек здесь себе, исходя из изображения, отдаёт отчёт, что оно бессмысленно воровать мечи, потому что так или иначе, да, как бы вот он оглядывается здесь, убегая из палаточного лагеря, что меня так или иначе поймают. Ну то есть, но всё равно есть какая-то надежда, что а вдруг удастся, да, говорят, на воре шапка горит. Но вот вы как-то, не знаю, вы от чего-то, вы мыслите такими категориями, что я что-то сделаю, а вдруг мне за это ничего не будет. И я вроде бы понимаю, что, ну блин, мои поступки, они тщетные, они, они, не то чтобы они бессмысленные, я за них понесу потом наказание, но я всё равно как-то рискну и попробую это сделать. Я не совсем верю в то, что это выигрышный вариант, да, но я всё равно это буду делать. Ещё какими категориями вы мыслите по семёрке мечей? Кто-то, возможно, мыслит наоборот, достаточно какими-то оригинальными форматами, да, то есть непредсказуемыми. Можете выкинуть что-то такое, что от вас не ожидают. Может, вам придёт какая-то инновационная идея. То есть здесь нельзя сказать, по семёрке мечей, что человек глуп. Ни в коем случае. Наоборот, то, как он решает задачи, они не совсем, ну можно сказать, какая-то традиционная, что ли. Это вот как бывает, вот прям показывают в фильмах гении. Вот вроде бы он такой непрактичный, да, в реальной жизни. Там не может себе обед приготовить, там не может ещё что-то сделать, но при этом он рождает какие-то гениальные прям идеи. Вот нечто такое аналогичное здесь присутствует у вас. То есть с одной стороны на авось вдруг меня не поймают, ну хотя я знаю, что меня поймают, но я всё равно это сделаю. Вот. А с другой стороны здесь могут быть какие-то гениальные идеи. С третьей стороны здесь может быть. Я буду продолжать делать то, что я делаю, в надежде на то, что вдруг что-то изменится, да. Но при этом я не пойду в новое, я не буду пробовать какие-то другие моменты. Я иду старыми путями в надежде на то, что оно само собой рассосётся и не нужно будет принимать решения. Не знаю, судьба будет вмешиваться, да. Там, я не знаю, фортуна как-то покрутит своё колесо по-другому, и всё само собой изменится. А я не пойду, я не буду делать. Проблема в том, что вы это понимаете, вы это осознаёте, но вы это не делаете. Вот такими категориями вы мыслите. То есть я знаю, я понимаю, но я это делать не буду. Вот по каким причинам? Здесь причины абсолютно разные. Ещё какими категориями вы мыслите? Ну, причинно-следственных связей. То, что я сказала, что вы достаточно умны. Нельзя сказать, что вы вот прям наивны, хотя в каких-то моментах это и может быть. Причинно-следственными связями. И с другой стороны, ну, вы любите справедливость? Вы любите справедливость. Ещё какими категориями вы мыслите? Категориями того, что я стремлюсь к тому, чтобы мне было хорошо, чтобы я чувствовала себя целостной, чтобы я как-то получала удовольствие. С другой стороны, здесь такие мысли, что вот в принципе меня никто не понимает, и я закрываюсь. То есть некая такая замкнутость, закрытость тоже есть. Но это вот как будто бы ваш добровольный выбор, но по каким-то причинам вы это объясняете себе опять-таки по семёрке мечей, что это не я ухожу от социума. Это социум меня не понимает, поэтому я вынуждена закрыться. То есть категориями человека вроде бы самодостаточного, с одной стороны, а с другой стороны как-то больше замкнутого. Мне и так хорошо. Но при этом вы параллельно можете сетовать на то, что вам не хватает вот этих вот эмоций. Какое основное ваше мышление, бедное или богатое? У меня такое ощущение, что здесь по обстоятельствам. Сказать, что у вас какое-то основное там бедное или богатое нет, как будто бы по обстоятельствам. Почему? Потому что рыцарь кубков, он сам решает, кому он даст этот кубок. Иногда у вас может быть действительно изобильное и богатое мышление, а иногда вы просто любите немножечко поплакать, поныть, пострадать. Вот в этом вы тоже получаете какое-то удовольствие, потому что все равно ваша эмоциональная природа, она здесь проявлена. И не важно, это там позитивные какие-то эмоции, либо это и негативные. То есть в вашем понимании все нужно проживать. Это все важно, это все... Оно может быть неприятное, но в этом все равно есть какая-то вторичная выгода. Вы даже это можете и не осознавать, потому что кто напрямую скажет, что мне нравится плакать, либо мне нравится страдать. Но если быть откровенно и честно с собой, в страданиях все равно есть какая-то... У каждого своя программа, которая показывает, что в этом есть какой-то плюс. Хотим мы это признавать или нет, это уже другой вопрос, но это имеет место быть. Еще раз спрошу, какое основное ваше мышление? Бедное либо богатое? Здесь как будто бы, знаете, все индивидуально, потому что на вопрос бедности, видите, у нас выпадает аркан смерти, перерождение. То есть если вы оставите в прошлом какие-то свои установки, установки, которые направлены на бедность, то велика вероятность вашего мышления будет богатым. Но с другой стороны, если вы находитесь на вопрос, богатое ли ваше мышление, четверка кубков говорит о том, что вот если вы не находитесь в каких-то страданиях, в какой-то апатии, то да, здесь вам больше нужно наблюдать за своим эмоциональным фоном, потому что чисто теоретически, да, могу предположить, что вы в большей степени, если маятник будет двигаться, он в большей степени склонен именно в сторону богатства и изобилия. Но вот когда нравится пострадать, тогда вот я ухожу вот в этот минус. Когда мне нравится быть, вот знаете, четверка кубков, мне никто не нужен, да, я уже все перепробовала, мне и так в принципе хорошо, я закрываюсь, у нас там девятка кубков, тоже было про закрытие, да, я закрываюсь, мне никто не нужен, я ни во что уже не верю, я уже все попробовала. Ну то есть в этом тоже есть какой-то такой, знаете, немножко момент страдальческий, да, почему? Потому что в девятке пятаклей меня никто не понимает, мне трудно, мне сложно, никто не говорил, что такого не может быть, да, но у всего есть две стороны медали. По каким-то причинам, вот по четверке кубков, человек выбирает именно какой-то вот такой, немножечко негативно заряженный эмоциональный аспект. Хотя с другой стороны, четверка кубков указывает на стабильное эмоциональное состояние, что меня все удовлетворяет, у меня все хорошо, и мне в принципе больше ничего не нужно. Ну вот в этом тоже есть какое-то такое, знаете, некое саможеление, да, я жалею сама себя, почему? Ну вот мне все хватает. Ну видно же по обстоятельствам, да, здесь по четверке, что до десятки еще далеко, да, что вот, ну не может быть, чтобы человеку все хватало. Потому что человек, какое существо в динавике, что ему все время что-то нужно, пускай какая-то мелочь, да, но ему всегда что-то нужно, потому что желания им двигают. И когда, особенно если эта женщина начинает говорить, мне ничего не нужно, вот такой женщине надо остерегаться. Почему? Потому что, когда женщина, наоборот, говорит, я хочу, мне вот это надо, вот это надо, мужчина должен быть спокойным, потому что это вот какое-то естественное такое состояние женщины. А когда она говорит, мне ничего не надо, это показатель того, что либо она держит какие-то обиды, либо у нее что-то там внутри травмировано, либо что-то кипит, да, то есть когда женщина отказывается, значит, после этого будет какая-то бомба. Поэтому нужно как-то опасаться. Вот. Здесь, ну, есть какой-то подвох, есть какой-то подвох, и вы это сами знаете и понимаете. Так, это была вторая позиция. Вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку троечки, смотрим ваши мысли, которые крутятся в вашей голове. Десятка жезлов, ответственность, да, ответственность, здесь жезлы, пошли там бликутки, а здесь жезлы. Как усмирить, да, как усмирить какой-то нрав? Мысли достаточно противоречивые, много тяжести, много какого-то груза ответственности возлагается здесь на человека. Опять же таки, я не могу сказать, что какие-то сложности действительно реально здесь присутствуют. Здесь такое ощущение, что вот это вот ваш нормальный какой-то режим, вот быть все время в каком-то стрессе. С одной стороны, это не какая-то вот адреналинозависимая ситуация, это не есть хорошо, а с другой стороны, вот вы уже настолько привыкли, что мне кажется, если бы все было ровно, спокойно и хорошо, вам это было бы дискомфортно. То есть здесь человек, который все время как-то привык что-то преодолевать, как-то трудиться во что-то, вкладываться, здесь нету опустошенности. Я просто так, знаете, проверила на факт наличия энергии. С энергией здесь хорошо, с ресурсом тоже хорошо, здесь нет опустошения. Здесь есть вот просто какое-то, знаете, преодоление. Вот вы что-то, с чем-то вы здесь боретесь, с чему-то вы здесь сопротивляетесь. И эта борьба, она с одной стороны вас выматывает, с другой стороны, она не дает результата, который вы хотите. Здесь сразу подсказка идет о том, что для того, чтобы решить ту задачу, которая сейчас для вас актуальна, вам нужно проявить некую такую мудрость. То есть здесь против силы, против природы ты не попрешь. Ну, то есть против тигра-льва голыми руками только Геракл сражался. И опять-таки, это метафора в некоторой степени, а не реальность. Да, то есть, ну здесь, а вот у вас такое ощущение, что вот вы как будто бы с чем-то боретесь, причем голыми руками. Ну здесь, здесь борьба, она неравная. Вы сразу будете проигрывать. Здесь нужно как-то вот применить какую-то хитрость, какую-то смекалку. Здесь нужно укротить, вот обуздать силу, но сделать это мягко, сделать это гармонично, возможно, даже дипломатично, возможно, где-то в чем-то нужно и уступить, отступить для того, чтобы получить. Здесь мягкость нужна. Здесь не надо брать силой вот то, что здесь вы хотите решить. С другой стороны, здесь необходима еще даже какая-то собранность, да? Какая-то собранность. Может быть, вам сила духа не хватает что-то сделать. Возможно, здесь какая-то активность необходима, но эта активность направлена на доделывание что-то. То есть здесь что-то нужно доделать. Но доделать здесь не на надрыве, а здесь нужно включать реально мозги. Потому что ну вот как-то жестко, да, либо там, я не знаю, на одной силу воли далеко не уйдешь. Потому что ваши ресурсы, они тоже не бесконечные. Здесь нужно как-то вот мудро подойти к вопросу. Какая ключевая идея здесь присутствует? Какая ключевая идея ваших мыслей? Ну, ясное дело, что связано с работой. Тройки всегда про работу думают, про реализацию себя в социуме. Здесь какая-то ключевая идея, она указывает на то, что человек как будто бы не уверен, есть что-то, что его здесь держит, он не уверен в своем движении, он как-то не может сделать первый шаг, потому что есть какой-то страх. есть страх проявиться, страх, страх как будто бы что-то сказать о себе, заявить о себе, реализовать какую-то свою задумку. Возможно, здесь присутствует страх неодобрения, что вот я что-то предложу, а у меня это не одобрят. Ну, о чем говорит здесь дьявол? Какая ключевая идея? Ну, вот ключевая идея, она заключается в том, что вы как-то хотите договориться, возможно, гармонично, обоюдно, полюбовно как-то, но здесь не получается, в чем здесь затык-то? Как будто бы затык в самой идее, то, что вы хотите, то есть либо она не совсем реалистична, да, то есть потому что здесь планка достаточно завышена, то есть она может быть, не знаю, немножко утопична, и, возможно, стоит пересмотреть реализацию, то есть не саму идею, а как-то вот, не знаю, как ее можно реализовать, потому что я не думаю, что здесь нужно снижать как-то вот эту планку, но это имеет отношение каким-то образом к желанию. Может быть, поскольку дьявол, да, дьявол и звезда, ресурс и тот и другой, то здесь может быть такое, что есть некое, даже здесь может быть не страх, а зацикленность, одержимость, да, что вот я хочу это получить, и само вот это состояние зацикленности, оно выбивает вас из баланса, и по своей природе вы все равно не сможете получить, да, до тех пор, пока вы не придете к этой гармонии, то есть здесь вот какое-то противоречие может быть, с одной стороны я хочу это сделать гармонично, мягко, то, что я сказала, по силе, а с другой стороны я применяю какую-то грубую, не знаю, дикую животную природу через продавливание, через настаивание, через подавление, здесь как будто нужно пересмотреть подход, вот я говорю, а какой подход здесь нужен? Здесь переговоры, здесь дипломатия нужна, здесь также нужна некая такая хитрость, может быть, где-то что-то нужно не договаривать, умолчивать, да, то есть не все, не все высказывать, не все свои карты открывать, здесь хитрость, здесь хитрость нужна в достижении того, что вы хотите, но при этом здесь посыл должен быть взаимовыгодный, то есть вот то, что вы просите, да, вот, чтобы это получить взамен, да, как оплата, она должна быть равнозначной, здесь не должно быть я даю больше, получаю меньше, либо я даю меньше, получаю больше, здесь равный обмен должен присутствовать, не знаю, чего здесь касается, так интересно, хорошо, вокруг чего вращаются эти все мысли, вокруг самих мыслей, да, что вокруг чего, вокруг того, что я думаю, 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 а хочу выстроить какую-то стратегию, правильно что-то решить, но не получается, вокруг чего, вокруг чего вращаются, непонятно, видите, здесь неизвестно, вроде бы, да, с одной стороны, может быть, про баланс, здесь мысли вращаются вокруг того, что, я не знаю, мне надо рискнуть или нет, понимаете, то есть верховная жрица, она всегда говорит, да, это завеса между материальным миром, физическим миром, да, и потусторонним, если так можно сказать, между сознательным и бессознательным, и ты вроде бы подходишь к этой завесе и говоришь, вот, вот, я готов шагнуть, и у тебя такой некий мантраж, потому что ты не знаешь, а что там будет за этой завесой, я реально не знаю, то есть будет там мое благо, либо будет там моя смерть, как говорится, да, и вот рискнуть, здесь будет зависеть вопрос от вашей веры, насколько вы верите, вот, в ту идею, да, вокруг чего, вокруг того, что, а нужно оно вам или нет, а стоит ли игра свеч или нет, то есть я и готов вроде бы рискнуть и шагнуть вот в эту неизвестность, я готов прыгнуть в эту бездну, ну стоит ли оно того, вот эти вот ваши мысли, они как раз-таки возможно и крутятся вокруг, для чего, вот для чего я это делаю, для чего мне нужно, там, я не знаю, себя чем-то ограничивать, лишать, за что я борюсь, вот, вот это вот главная идея, которая присутствует у вас. Хорошо, следующий вопрос, какими категориями вообще вы мыслите, какими категориями, ну, достаточно позитивными, я могу сказать, да, четверка жезлов, категориями, с одной стороны, знаете, я могу сказать практичности, да, потому что все-таки четверка указывает на стабильность, на конкретику, вот, но с другой стороны, здесь категория позитивных каких-то намерений, еще какими категориями, категориями движения, вот, ну, ясное дело, да, здесь огонь, вам важно, вам важно движение, которое продвинет вас в ваше будущее, категориями того, насколько я могу быть проявлен в этом мире, насколько меня могут признать, категориями того, насколько я буду заметен, либо заметна, насколько вот я чувствую вот эту вот, я не знаю, жизнь, что ли, внутри себя, что, что мне дает жизнь, да, не сама жизнь, а вот ощущение, чувствую ли я его, есть ли внутри меня эта жизнь или нет, то есть вот для вас это важно, поэтому и огонь, поэтому и движение, еще какими категориями вы тут мыслите, результатами, да, причем результатами достаточно легкими, я могу сказать, что вам хочется, потому что все вам дается достаточно сложно, достаточно трудно, вы хотели бы, чтобы результаты, хоть маленькие, были сразу заметны, с одной стороны, с другой стороны, чтобы была легкость, потом вот в некоторой степени, вот тоже здесь очень интересный такой факт, с одной стороны, вы вроде бы полагаетесь на себя, мне так показывают, да, в поле здесь энергию, а с другой стороны, вы как-то надеетесь на некую общность, то есть ваши уроки очень часто, это в том, что вы разочаровываетесь в людях, почему, потому что вы полагаетесь на кого-то, это не случается, вы разочаровываетесь и приходите к выводу того, что лучше делать все самому, сто раз себе говорила, лучше делай сама, чем полагаться, либо доверять кому-то, и все равно продолжаете доверять, даже не то, чтобы доверять, но с кем-то вот взаимодействовать, вот там, не знаю, в решении каких-то задач, да, полагаться на какого-то другого человека по тройке кубков, то есть вроде бы мне необходимы другие люди для реализации чего-то, хотя я внутри сто раз себя понимаю, что, блин, лучше самому, да, хочешь прийти, и прийти быстро, иди один, если хочешь идти весело, надо идти с кем-то, а у вас есть потребность в общении, понимаете, и поэтому у вас есть потребность с кем-то идти, двигаться, и вы все время разочаровываетесь, здесь какие-то такие моменты, хорошо, и последний вопрос, какое основное ваше мышление, бедное или богатое, то есть бедное, либо богатое, равнозначно, здесь вот прям равнозначно, здесь я могу сказать, да, что вы влияете на свое пространство, ну, в принципе, у вас какие задатки есть, то есть если мы говорим на бедность, у нас выпадает иерофант, бедность здесь будет заключаться в вашем каком-то мировоззрении и установке, то есть бедность, она здесь присутствует только в том случае, когда вы достаточно догматичны, соответствуете вот прям всем пунктам, всем оговоркам, и вы ничего не получаете, вот поэтому здесь и выпадало королево жестов, то есть когда вы идете, опять же таки, я не говорю, что нужно нарушать какой-то закон, но когда вы идете по каким-то правилам, правилам других людей, которые вам устанавливают, и вы понимаете, что, блин, на собственной шкуре сто раз пробовала, вот так надо, чего я слушаю этого человека, вот когда вы слушаете каких-то там учителей, наставников, вы всегда будете разочаровываться, почему, потому что, как правило, иерофант это не тот человек, который на своей шкуре прошел какой-то опыт, это тот человек, который создает некие такие догмы, направляет куда, он ссылается на авторитетов, он ссылается как-то на, не знаю, на чужое мнение, а у вас энергия человека, который идет по жизни самостоятельно, и он сам прекрасно знает, исходя из своего опыта, что ему нужно, и как ему нужно, то есть когда вы идете вот как-то в каких-то нормах общества и социума, вы никогда не получите то, что вы хотите, а когда ваше мышление, оно по магу, то есть да, я готова на переговоры, я готова на дипломатичность, я решаю все задачи, но при этом маг, это у нас гермес, это тот, кто с одной стороны, он защищает детей, а с другой стороны, он защищает, покровительствует, путешественникам и продавцам, а мы все знаем, что на рынках, ну не бывает справедливости, всегда кто-то что-то не довесит, всегда что-то не тот продаст, то есть здесь дуальность присутствует, то есть по сути говоря, когда вы в своих интересах действуете, тогда ваше мышление, оно богатое, когда вы смотрите исключительно на то, что выгодно вам, но вы это делаете очень умно, очень хитро, то есть да, с одной стороны, вы можете говорить, что да, я вот прям вот по закону, и так оно и есть, заполняете все декларации, там я не знаю, чеки вы даете, но когда приходит момент проверки, вы всегда найдете какую-то лазейку, где что-то можно не дописать, я просто этого не знал, я просто там не обратил на это внимание, это мое упущение, то есть это какая-то такая, знаете, хитрость, и вот эта вот хитрость, она связана с высоким уровнем интеллекта, с подвижным умом, то есть когда вы идете, исходя из своих каких-то интересов, вы будете богаты, когда вы идете вот так, как говорит социум, так, как говорит общество, достаточно, может быть, деспотично, когда вы учитесь у кого-то, да, у какого-то там наставника, учителя, и при этом сами на себе не перепроверили, не узнали, не попрактиковали, а вы просто пересказываете что-то увиденное, что-то услышанное, то есть не перепроверенное, ваше мышление, оно всегда будет бедное, то есть только собственная практика, только собственные мысли, только собственные выводы, собственные решения будут делать вашу жизнь волшебной, магической, когда вы можете влиять, иерофант, он влияет вербально, маг, он влияет на всех уровнях, если вы идете по пути мага, да, который и знает, и умеет, и понимает, то есть вы не просто в теории расскажете, как нужно сделать, а вы еще и подскажете, и лайфхаки, потому что, ну, это взято из вашей жизни, тогда вы добиваетесь того, что вы хотите, тогда у вас богатое мышление, а когда вы идете согласно, там, я не знаю, букве закона, в контексте того, что вот там прописано, что есть, не знаю, для того, чтобы были продажи необходимые, да, там, надо там воронку создавать, надо еще что-то делать, и вы это делаете, и вы это не получаете, я говорю, блин, вроде бы я все правильно делаю, вот как мне говорит наставник, а результата нет, почему, потому что нету нюансов, а эти нюансы вы получаете, когда у вас личный опыт, есть вот ощущение того, что ваш путь, он самостоятельный, вам не нужны здесь наставники, по крайней мере, вот на данном этапе, не знаю, может раньше и нужны были, ищите свои лайфхаки, ищите, слушайте, и при этом перепроверяйте, что-то пробуйте, размышляйте, ну вот здесь люди такие, знаете, практики я вас называю, почему, то есть люди, которые делают самостоятельно, то есть что-то сделали своими руками, и вы поняли, то есть сто раз вам могут объяснять, как надо правильно вышивать, там надо, как правильно рисовать, краски мешать, все такое, вы будете, да, вы будете говорить это так, вы можете прочитать кучу книг, вы можете пересказать, что и как надо, но вы никогда не будете рисовать, вы никогда не будете правильно вышивать, только когда вы возьмете в руки эти пяльцы, и начнете вышивать, сами вязать, сами что-то делать, вы поймете, что вот то, что вот эта вот теория, она не всегда соответствует с практикой, это вот как будто бы, не знаю, какие-то азы, но эти азы, они видоизменяются из-за разных нюансов реальности, то есть это вот, эти азы, это некая такая, некий камвас, основа, а то, что будет нарисовано, вот это вот ваш личный опыт, поэтому если вы хотите богатое, изобильное, скажем так, мышление, вы должны мыслить как маг, используя свою силу воли, используя свою информацию, свои знания, и Арафант не использует свои знания, он пошел к верховной жрице, он пошел к верховной жрице, она ему передала какие-то знания, он их не перепроверил, он их взял и пошел, как, как его зовут-то, Кирикас, сейчас, вообще не могу перевести с греческого, сейчас голова не работает, и начал разглашать, как глашатый, и разглашает информацию, он понятия не имеет, о чем он говорит, не то, что он глуп, но он говорит чужую информацию, маг, ему не нужна верховная жрица, потому что он ей пара, они оба берут начало от кетер, от первоисточника, верховная жрица берет информацию через сверхспособности, через потустороннее, мистическое, сакральное, а маг берет информацию от кетер напрямую, это та сила, причем он ее и берет, он ее и передает как раз таки словесно, и тот и другой является учителем, этот передает скорее всего информацию в большей степени практичную, который сам понял, на что он может повлиять, а аэрофант передает он просто как, как ченнелинг, ну как канал какой-то, вот он взял, что ему сказали, он и передал, все, как-то так, вот такой расклад вышел, пишите свою обратную связь, мне интересно будет почитать ваши рассуждения, да, если вы сделали какие-то выводы, опять возвращаясь к тому, что я говорила года три или четыре назад, наверное, да, что мне приятно читать информацию, опять же таки мне, кто меня спрашивает, но в любом случае, пишите о том, что вы услышали, какие выводы вы сделали, что проанализировали, может быть у вас какие-то инсайты были, ну то есть делитесь результатами того, что вы прослушали, это полезно, остановитесь, подумайте, поразмышляйте, посозидайте, помедитируйте на информацию, вам откроется что-то новое, что-то интересное, вот этим интересным собственным опытом вы можете поделиться, это будет приятно, нежели вот по аэрофанту пересказывать то, что кто-то где-то как-то услышал. Вот такой был расклад, напоминаю, что в четверг у нас эфир, в пятницу анонс на близконсультации, и в пятницу я еще придумаю какую-нибудь услугу в честь 8 марта вам сделать. А я прощаюсь с вами до прямого эфира, до завтра, если вы придете, если нет, то в пятницу с новым раскладом. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok